В Наринмаре начал свою работу 35-й съезд Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. Участники съезда – представители 30 российских городов, среди которых Воркута, Инта, Мурманск, Коряжма, Братск, Магадан, Анадырь, Якутск и другие. В деловом центре Арктика прошло заседание с Координационным советом представительных органов России. Любовь Пермякова о первых итогах с большой площадки. Открыл съезд президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игорь Шпектор. Затем слова приветствия прозвучали от губернатора Ниньского автономного округа Игоря Кошина, председателя Совета городского округа Ольги Старостиной и мэра Заполярной столицы Татьяны Федоровой. Поздравил участник съезда с открытием дискуссионной площадки и глава городского самоуправления города Калуги. От имени членов Крайнего Союза, который находится в этом зале, я сердечно приветствую участников 35-го съезда городов Заполярья и Севера. Я помню те времена, когда, по-моему, до 30-го съезда не доходило. А тут 35-й съезд, и это говорит о стабильности вашей ассоциации. Я желаю вам долговечной такой работы и продуктивной работы. После делегаты обсудили проблемы формирования и реализации программ капитального ремонта на муниципальном уровне. Реализации 44-го федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. После каждого доклада делегаты принимали решение. Также в рамках съезда прошло заседание Координационного совета Союза представительных органов, где говорили о развитии местного самоуправления. 23 тысячи муниципальных образований разных видов по всей стране. Местное самоуправление накрыло все просторы нашей необъятной родины. Везде у нас есть муниципалитеты. Сельские поселения, как муниципалитеты, 19 тысяч. То есть власть у нас находится на расстоянии вытянутой руки, как нам и заповедал президент Российской Федерации в декабре 2013 года. Основные цели и задачи Союза – стабилизация экономики Севера и социального положения местных жителей. Помимо прочего, сохранение уникальной природы коренных народов и их культуры. Эти проблемы Союз решает путем участия в законотворческой деятельности, используя законодательную инициативу депутатов от северных регионов, вырабатывая единые подходы на основе обмена опытом, применяя скоординированные действия городов по различным направлениям.